Сообщение в твиттере о положении дел в роддоме номер 4 стало поводом оперативного совещания в городской администрации. В интернете появилось сообщение о том, что роженицы лежат в коридорах и родовых, их почти не кормят, детей не пеленают. На место сразу выехал специалист городской мэрии. О результатах проверки журналистам рассказала начальник городского управления здравоохранения Любовь Семенова. На самом деле все не так. Конечно, летом у нас родильные дома работают с большей нагрузкой немножечко. Поскольку у нас поочередно родильные дома уходят в коллективные отпуска. И, соответственно, нагрузка становится больше. Но родильные дома к этому готовы. Если возникает такая перегрузка, что больше, чем их нормативная возможность, в таком случае на сутки закрывается на прием родильный дом и на себя эту работу принимает другой родильный дом. Главный врач 4-го роддома пояснил, что некоторых молодых мам пришлось положить до родовые палаты из-за того, что в медучреждении появилось на свет большое количество малышей. Кроме этого, утром врачи принимали сложные роды. В родовом блоке работали люди, которые оказывали в тот момент экстренную помощь. Дежурная бригада находилась в операционной, спасала малыша, который находился в состоянии острой гипоксии. Здесь небольшой нюанс был. Но когда дежурная бригада освободилась, тут же были приняты все меры. По крайней мере, обедом полностью все обеспечены. И надеюсь, что было вкусно. Но, по крайней мере, в отделении обычно никто не жалуется. По словам медперсонала, в весенние и летние месяцы в 4-м и 1-м родильных домах всегда отмечается ажиотаж. Но никому и никогда в помощи не отказывали. Врачи шутят, что если женщинам хочется рожать в спокойной обстановке, то лучше запланируют появление малыша на зимние месяцы. Любовь Почерникова, Андрей Семеновков, РТВ, Иваново.